Это значит, что вы в каких-то иллюзиях или фантазиях. Это нормально, что вы вышли из разных реальностей. И он такой, а, понял, все, да. Валя, карнавал, конец света. Вы впадаете в детское обиженное состояние, в чувство вины. Жена выкладывает обнаженные фотки. Вы его давно не любите, но просто хотите сохранить по привычке. Многие мужчины изменяют, и семья от этого не рушится. То есть токсичность большинства женщин находится в большой иллюзии. Как научиться воспринимать критику от мужчины и не обижаться? Ну, первое, зависит от того, насколько его критика адекватна и корректна. То есть если он критикует неправильно, обесценивающе, то, возможно, ее не нужно воспринимать. Возможно, мужчине нужно научиться правильно критиковать, а он этого не умеет. Второй тезис, если вы невосприимчивы критики, скорее всего, это не только в отношениях, а в целом. Вы очень ранимый человек, и вы очень хрупкий человек, который критику воспринимает как конец света. Здесь нужно работать над своей взрослостью, потому что обычно дети, то есть, скорее всего, вы впадаете в детское состояние, вы впадаете в чувство вины, в чувство недостойности. Хотя вас критикуют, нормально критикуют, то у этого человека нет задачи вас унизить. У него есть задача передать вам информацию, что что-то происходит не так, и что это нужно пересмотреть. А вы, вместо того, чтобы услышать суть, вы впадаете в детское обиженное состояние, в чувство вины. Чтобы не впадать в чувство вины, нужно прорабатывать это, нужно работать над своей взрослой позицией. То есть, если я взрослый, и меня критикуют, тогда моя задача услышать, постараться отделить, что критикуют не меня, а какую-то часть моих проявлений. Это делают не для того, чтобы меня унизить, обидеть или подавить, а чтобы я это, возможно, откорректировал, от этого всем стало лучше. Поэтому нужно разделять, уметь разделять. Но в любом случае, это про взрослую позицию, это про то, что нужно, а чтобы стать взрослым, нужно проделать работу над собой. Работа над собой, добро пожаловать, путь женщины, институт, обучение на психолога, на сексолога, и также выпускники нашего института, личная работа. О чем говорит большое количество полуобнаженных фотографий в соцсетях у женщин? Первый тезис. Возможно, она блогер, и этим самым она зарабатывает деньги, привлекает много внимания и продает рекламу, например. И это способ ее заработка. Может быть, такой может. Или она блогер, у нее свой бренд белья и так далее. Или она фитнес-тренер. Если ни того, ни другого нет, значит, почему-то ей важно привлекать внимание. Значит, она тем самым привлекает внимание способом, как ей кажется, она повышает свою самооценку. При этом, если эта женщина хочет встретить мужа для хорошего мужа, надежного, семейного и так далее, человека для семьи, конечно, это будет препятствовать. Потому что нормальный мужчина, надежный, семейный и так далее, он вряд ли бы радовался от того, что его жена выкладывает обнаженные фотки. При этом, повторю, что, возможно, это ее профессия, и, возможно, нужно кормить всю семью и красивого мужа. И тогда, наверное, красивый муж не против, что таким способом жена зарабатывает деньги. Вот. Хочу пригласить вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Первая тема – это как перезагрузить непонятные отношения и нужно ли вообще это делать. Вторая тема – это как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор. И третья тема – это как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11. Это уникальный курс авторский. То, что вы там услышите, поймете, узнаете, осознаете, вы не получите ни в одной книжке и ни в одном платном курсе других учителей. Это увлекательный, интересный курс без воды. Да, я затрагиваю все эти темы для того, чтобы поменять ваше мышление, чтобы вы начали мыслить по-другому. И ваше мышление новое приводило к выгодным для вас результатам и к устойчивому благополучию. Поэтому прямо сейчас нажимайте по ссылке, регистрируйтесь и до встречи на бесплатном курсе. И я гарантирую, что вы будете довольны тем, что вложили в это свое внимание и время. Если возникает недопонимание в начале отношений, стоит ли их продолжать? Продолжать что? Но начало отношений, что мы называем начало отношений? Переписку, свидание. Что значит начало отношений? Какие недопонимания? Зависит от в целом ситуации. В целом, когда люди притираются друг к другу на первых этапах, это абсолютно нормально. Более того, если вы встретили человека, который вам на первых этапах кажется идеальным, просто вот просто вы не можете его забыть и сразу вот просто что-то невероятное во всех местах забурлило, это плохой знак. Это значит, что вы в каких-то иллюзиях или фантазиях. Значит ли это, что если в начале есть недопонимание, значит это точно хорошие будут отношения? Да нет, ну просто не нужно рубить с плеча. При этом, если мужчина этот, с которым недопонимание, вы решаете это недопонимание, да, при этом мужчина что-то хорошее для вас делает, в целом ваше взаимодействие от вас не убавляется, а прибавляется, но есть какие-то шероховатости, то это абсолютно нормально. Более того, я считаю, что идеальность это плохо, не нужно ждать чего-то идеального. Это нормально, что вы вышли из разных реальностей. Ну, пример, мужчина был в отношениях с женой и развелся. И в этих отношениях он жил 50 на 50, давно не ездил на свидание и так далее. Этот мужчина вначале говорит, ну давай встретимся там где-то в центре и не предлагает такси. Или вы ему сказали, например, слушай, а вызови, пожалуйста, мне такси. И он вызывает. Это недопонимание? Ну, как будто бы недопонимание, но 2-3 слова, какой-то диалог, какая-то дискуссия и все нормально. Или же вы сидите на свидании и мужчина, ну, например, он видит, что вы как-то обиделись. Ему кажется, блин, ну какое-то недопонимание. Но он задает вам вопрос, слушай, а что-то не так? Может, я что-то не то сказал? И вы обижены ему говорите, ну да, мне там не понравилось чуть, ты повысил на меня голос. А, и он такой, а, понял, все, да, это значит было некорректно, да, я другое имел в виду, все понял. Это недопонимание, это называется притирка. Потому что нет людей из одной реальности. Да, важно, чтобы ценности совпадали, важно, чтобы базовые вещи совпадали. Но когда нюансы, в которых есть притирка, это абсолютно нормально. И если вы ждете идеальный пазл, как в фильмах голливудских, ну, почему-то эти идеальные пазлы очень классно начинаются, очень сладко, очень радостно, очень необыкновенно. А потом что происходит? А потом кажется, а потом ненависть. А потом кажется, что это были кармические, токсичные, невыносимые отношения. Вот я недавно посмотрел интервью, ну, не посмотрел интервью, а отрывки Валя Карнавал, которая встречалась там с разными известными мужчинами, в том числе с Егором Кридом. Ну, послушайте ее историю двух ее мужчин, как начинались ее отношения. Спасибо, что она честно делится. Идеально, супер, классно, воодушевленно, просто, и она даже говорит, это была супер любовь. Чем закончилась? Там, она еле вышла из этих отношений, партнеры ее разрушали, ну, очень плохо, невыносимо, и такое ощущение, что как будто бы отчасти она была на каторге. И да, она очень корректно выражается, не оскорбляя своих бывших, да, там, подчеркивая хорошее. Вот, пожалуйста. Поэтому нужен баланс, я считаю. Это не значит, что нужно вступать в непонятно, когда сразу ссоры, сразу конфликты, это нормально. Ну, должен быть баланс между притиркой и каким-то хорошим ощущением возле человека. Но рубить с плеча нужно это когда, ну, явно что-то, ну, красные флаги. Ну, например, мужчина поднимает руку. Или у мужчины вредные привычки зависимости. 50 на 50, да, и он категорически на этом стоит. И это заранее понятно. Или для вас важен здоровый образ жизни, а для мужчины это не важно, ему главное кайфовать по жизни. То есть, есть пункты, по которым нужно рубить с плеча, и это нормально. А есть пункты, которые не нужно рубить с плеча. И наоборот, нужно присмотреться. И опять же, при условии, что этот мужчина делает что-то хорошее для вас. Он, там, заботливый. Присматривайтесь, не спешите. Рецепт простой. Если вы не разбираетесь в людях пока что, если вы не разбираетесь в мужчинах, значит, не нужно прыгать в отношениях. Не нужно месячные встречания называть отношениями. Это значит, нужно присмотреться. Это значит, может быть, нужно подружить как-то, да, повзаимодействовать. Узнать человека в разных проявлениях. А не так, что, ой, у нас уже начало отношений. Что начало отношений? Вы два раза занялись горизонтальным танцем, месяцем гуляли в парке, прогуливались за ручку. И это отношение, начало отношений, нет, это вы просто присматриваетесь. Если у мужа есть любовница, есть ли шансы сохранить семью? Всегда есть. Только шанс, зачем сохранять то, что есть сейчас? Должен быть шанс перезагрузить отношения и вывести их на второй медовый месяц, уже без любовницы. Ну, например, эта цель звучит лучше. Да, или, возможно, если вы находитесь в зависимых отношениях от мужа, вы его давно не любите, но просто хотите сохранить по привычке. Возможно, цель выйти из зависимости, стать самостоятельной, самодостаточной и строить отношения равные, это тоже может быть целью. В смысле сохранить семью? Многие мужчины изменяют, и семья от этого не рушится. Вопрос в том, что вы хотите сохранить, зачем и что на самом деле за этим стоит. Поэтому я чувствую, что в этом стоит много страха, вашей неуверенности в себе. На самом деле вы знаходитесь в сильно зависимой позиции от вашего мужа, а он вами пользуется то, как ему выгодно, как ему удобно. И я думаю, от этого вы несчастливы. Что делать, если мужчина не помогает решать проблемы, о которых вы ему рассказываете? Если я хочу, чтобы кто-то помог мне в решении проблем, недостаточно об этом рассказывать. Нужно уметь формулировать прямое обращение, прямую просьбу. У меня есть вот такая ситуация, помоги мне, пожалуйста. Дай мне, пожалуйста. Мог бы ты решить вот этот вопрос? Потому что если вы просто рассказываете, ну да, есть мужчины, которые, когда женщина жалуется, он включает режим спасателя, и этого достаточно. А есть мужчины, которые понимают только прямую просьбу. А возможно, вы когда сформулируете прямую просьбу, он скажет прямым текстом, слушай, а я вообще не готов тебе помогать, и вообще не буду этого делать. И тогда лучше, если вы эту правду узнаете заранее, а не будете тешить себя в иллюзиях еще на протяжении месяцев или лет. Почему у мужчины не выкладываются местные фото, хотя активно идет в соцсети? Может быть, у вас отношений нет? Может, он не считает вас своей женщиной? Может быть, для него вы просто подружка? Просто вы встречаетесь, и он поэтому не выкладывает фотки? При этом я видел много девушек, которые тоже говорят, что они замужем, а в их соцсетях нет ни одной фотки. И когда я говорил, а почему так? Мне кажется, это не ок, мне говорили, нормально, соцсети это для меня, а не для того, чтобы вставлять свое счастье на показ. Женщины тоже такие есть, но из своего опыта, я так скажу, что большинство женщин находятся в большой иллюзии. И то, что им кажется, что они в отношениях, это мой мужчина, я его женщина, в большинстве случаев это иллюзия. Вы просто, скорее всего, встречаетесь, он, скорее всего, до сих пор в вас сомневается, скорее всего, он к вам вообще несерьезно относится. И поэтому он не выкладывает вас в своих соцсетях или даже не намекает на то, что он находится в отношениях. К сожалению для вас, наверное. Муж сказал, разводимся, а потом сказал, и летим вместе на отдых. Диагноз такой, что, скорее всего, это норма в ваших отношениях, на эмоциях говорит друг другу гадости. А потом, на следующий день, как будто бы ни в чем не бывало. То есть токсичность, обесценивание друг друга, я думаю, что на данный момент это норма в ваших отношениях. И в целом, я считаю, что то, что сказано на эмоциях, это зачастую лишь эмоции, а не какие-то твердые факты. То, что вам говорил муж на эмоциях, я думаю, что и вы ему много чего на эмоциях сказали. Вопрос в том, чего вы хотите. И насколько вам нормально строить отношения таким образом, в которых очень высокий градус токсичности и непрогнозируемости.